Всем привет, друзья! Как у вас дела? У нас дела отлично, мы сейчас с Сержем едем навстречу, и в общем сегодня у меня день, знаете, как-то прошел, так непонятно, с утра я там посидела, поработала, а потом меня просто вырубило, и я пошла поспала где-то час, наверное, но вырубилась не по-детски, и потом проснулась, конечно же, при помощи будильника, но у меня просто еще насморг, может быть, поэтому у нее очень хорошее самочувствие, но сегодня на улице достаточно тепло, 12 градусов, это уже не 8, и это радует, так что мы сейчас едем, вместе с Сержем Каролина сегодня сходила в школу, пришла, довольная, пока ей нравится, пока все отлично, завтра, послезавтра у нее выходные, выходные она очень сильно ждала, потому что она не любит с утра просыпаться вообще, но завтра у нас будут выходные насыщенно, потому что там нужно съездить за закупками, в общем, очень много всего нужно будет успеть сделать, я накрасилась, и едем, я съела яблоко, давно яблоки не ела, не знаю, почему так, Тебе не холодно? Ветер дует, а то вот так у нас здесь в Москве прохладно, напишите в комментариях, какая у вас погода, потому что у нас настоящая глубокая осень, Кстати, я сегодня надела свои ботиночки, Мартинсы, к ним уже нога привыкла, и они такие удобные Всякий раз, когда дует ветер, я такая думаю, блин, как хорошо, что у меня есть ветровик Куда нам? Когда я Сержева, я вообще не слежу за дорогой, то есть он ведет Здесь смотри, что ты сопротивляешься Сейчас по-любому попадет Мы уже пришли Как раз хорошенько так прогулялись Сегодня, когда укладывала волосы, поняла, что они у меня уже отросли И толком не укладываются Мы уже приехали, смотрите, здесь какая красота Сеня, тыквы, яблочки, цветочки Вот, и сейчас пойдем внутрь Серж уже здесь сидит, мы вообще-то внутри уже были И нам дали вот такие проходники Вязаные, представляете А у Сержа красный Проходник, прикольный очень Так, ну все, пойдем, сходим И, конечно же, первым делом, куда мы пришли Посмотреть, какая здесь вкусная и красивая еда Кстати, здесь нет интернета, жалко У меня почему-то не ловит И у Сержа тоже не ловит Вай-фай есть, говорит? На первом этаже Ааа, давайте что-нибудь попробуем Столько всего вкусного Потом вон там начнется уже представление Ты пришел В общем, мы с Сержем здесь решили закусочек попробовать Там тоже разные напитки, закусочки и так далее Сейчас только сбор гостей То есть к пяти часам сбор гостей А начало в шесть Вы, наверное, спросите, куда это мы пришли Просто меня пригласили на встречу блогеров, творческих людей и так далее И мы пришли сюда с Сержем Потому что Серж теперь тоже блогер И я его приобщаю в блогерской жизни Ты не знал, что ты блогер? Я поесть пришел Ааа, Серж пришел поесть Понятно Ну, в принципе, как и все, наверное Смотрите, что только что мне сделали В общем, пончик Вот здесь вот он Поливаете шоколадом, а потом посыпаете посыпкой А это коктейль какой-то Циквина-мичелла Циквина-мичелла Попробуйте, девушка, очень вкусно Нет, спасибо Так что давайте посмотрим, что здесь еще интересного Здесь уже взял себе брауни с орехами Морковный пирог, яблочный пирог Яблоки тоже можно там чем-то полить Вот, очень красиво А, нет, спасибо Что-то у нас не получается Включиться ни к вай-фаю, ни к витете Нет вообще, в общем Мы уже сели здесь на четвертый ряд Вот, у выхода Чтобы в туалет можно было ходить спокойно Потому что там, смотрите, так Слушай, ты с этой прической очень молодо выглядишь, написали Я всегда так люблю Да, ага Даже моложе меня Ну-ка, покажи свой бейдж Такой вязанный Даже от одного бейджика типа А я ж не хотел надевать Я говорю, что здесь незваный гость, что ли Будешь ходить, как непонятно кто Не знам, а кто Все, уже все закончилось Мы сейчас седем, возьмем свою верхнюю одежду И поедем дальше погуляем На улице уже стемнело Смотрите, там как красиво Москва-сити А мы идем И похолодало А мы машину оставили чуть подальше Сейчас еще до машины добраться нужно будет Что удивительно, ветра нету, да? Да И вообще Классно Москва-сити А, Москва-сити сзади нас Осталось А мы уже дотопали до европейского Серж до этого хотел вьетнамку поесть Вьетнамскую кухню Хубо Но не знаю, сейчас пойдем или нет У него же там какой-то режим питания теперь Он не просто занимается Он сбрасывает вес А, Серж? Кстати, завтра я решила, что я пойду В тренажерный зал До этого я не могла, я болела А до этого у меня джетлаг был А сейчас у меня насморк И я не знаю, как я буду дышать Если пойду туда Но даже посмотрим, как я себя буду чувствовать на самом деле Уже пора Время идет А у меня А у меня прогорает просто мой вот этот Абонемент Абонемент, да Я туда, получается, месяц там максимум сходила А все остальное То мы куда-то летали, то еще что-то И, в общем, короче, все Скоро он вообще нафиг сгорит Да? Ну не скоро, мы когда взяли? Ну, три с лишним месяца Я точно уже не хожу из 12 Понимаешь, да? А, в июле, да? Да Пойдем Дорогу в переходе А, в маршручек Нарушай, да? А ты сама хочешь? Нет, я кушать не хочу, на самом деле Я там перекусила И все, я на ночь вообще наедаться и обжираться не хочу Зато хорошо, что я сегодня днем поспала Я себя сейчас нормально чувствую То есть я перезагрузилась А то, получается, днем я ходила, как вареная картошка И если бы я часочек не поспала бы, сейчас бы я вот так ходить не смогла бы Я думаю, где зебра? А здесь просто новое покрытие Еще, может, не успели нарисовать Нам там подарочки дали Ну-ка, пакетик Какой-то пакетик И там какие-то футболочки или же толстовочки Это уже завтра я разберу Когда домой приеду Кстати, когда мы были в Корее Ты постоянно что-то там снимал на телефон Многие зрители подумали, что ты ведешь какой-то свой тайный канал А ну-ка, расскажи, куда ты снимал Я все снимал для своих друзей Которых хочу тоже привезти в Южную Корею Чтоб мы могли все вместе тусануть Тусануть Да, нет, на самом деле Серж, он блогер на моем канале пока Да? Да, да, да Но у Сержа есть такая мысль, он хочет делиться с такими же людьми Которые страдают лишним весом Как он добивается своей цели, да? Ты страдаешь от лишнего веса? Так скажем, я не страдаю, но он есть И чтобы он не перерос прям в страдающий Нужно заниматься сейчас На самом деле, когда мы познакомились с Сержем, он был очень худой Потом, когда мы стали жить... И накачанный? Просто худой И накачанный? Ну, накачанный, я не знаю Серж говорит, у него были кубики, я их не видела Ты мне по сами в глаза смотрела Да И, в общем, что я к чему там говорила, блин? Да не знаю И он поправился после того, как мы поженились В том, что я готовила постоянно Выискивала рецепты А, и плакала, что я ничего не ела Но мне приходилось... Потому что мне обидно было То есть я целый день такая думаю Что бы такого приготовить ему? А сейчас ты говоришь, что... Я как бы первый раз замуж вышла... А сейчас ты говоришь о том, что я толстый И вот... Нет, ну подожди Я первый раз замуж вышла, мне хотелось это все, вот это делать Да, если бы я вышла второй и третий замуж, мне вообще было бы плевать Так что ты должен был радоваться Тогда было бы понятно, почему ты второй и третий раз замуж Слушай, так здесь прикольно? Красиво? Да, вон там особенно На Киевском вокзале Слушай, это же тот Киевский вокзал, когда мы приехали, да? Нет А, нет? А мы на какой вокзал приезжали? На Курский А, мы на Курский приезжали? Откуда вообще? Из Кореи, как первый раз Мы вообще прилетели на самолет Нет, а потом мы с женой вокзал пой... Ой, короче, я уже не помню На Аэроэкспрессе мы туда приедем Мы уже в своей машине Все, сейчас поедем домой Каролина уже, наверное, будет спать Потому что она сейчас ложится рано спать Но, несмотря на это, утром ей все равно не хочется вставать Вот, поэтому будем отдыхать Обязательно ставьте пальчик вверх под этим влогом Если он вам понравился Смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили И подписывайтесь на канал, если все еще не подписаны Увидимся с вами уже завтра Всем удачи и всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok